Здравствуйте! В эфире телепередача «Лестница» и мы, Наталья Музыка и Юлия Михалкина. В сегодняшней передаче вы сможете увидеть самые яркие и интересные события, проходившие в нашем городе. В нашем городе традиционно поддерживается развитие социально значимых молодежных инициатив. Городской молодежный форум «Мы. Заречный. Завтра» – это еще одна площадка, где можно было представить свои идеи для развития нашего города. О том, какие проекты представили участники события, вам расскажет Юлия Михалкина. Во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской молодежный форум «Мы. Заречный. Завтра». Форум нацелен на привлечение молодежи к обсуждению идей по улучшению и развитию различных сфер жизнедеятельности города. Мнение молодых людей очень важно, потому что именно они будут жить в этом городе. От них зависит, каким будет «Заречный. Завтра». В форуме принимали участие школьники, студенты Зареченского технологического института и молодые сотрудники, представляющие градообразующие предприятия, а также образовательные, культурные и спортивные организации города. Для нас, еще не скрою, было бы интересно увидеть тех инициативных, энергичных молодых людей или девушек молодых, кто сегодня готов, скажем, вместе с нами работать над развитием города. Сегодня мы поднимаем вопрос с организацией в городе молодежного парламента, и поэтому хотелось бы, чтобы в парламенте молодежном принимали участие именно инициативные, энергичные молодые люди, у которых есть идеи, у которых есть желание работать на благо города, на вот эту общественную инициативу. Данная форма работы не новая для нашего города. Подобные мероприятия уже проходили в Заречном. Молодежные форумы всегда проводились, и я надеюсь, что они будут проводиться, потому что это та форма общения и взаимодействия молодых активных жителей Заречного, которые приводят к новым проектам, к новым каким-то решениям, которые потом реализуются, к новым идеям и так далее. Открытие молодежного форума прошло в паркетном зале Дворца творчества. Участники познакомились с экспертами предлагаемых площадок, с членами жюри и с программой мероприятия. Всех присутствующих поприветствовал глава города Заречный Олег Владимирович Климанов. Я посмотрел темы проектов, которые заявлены сегодня для работы, и могу сказать, что они очень важны для жизни города, потому что отображают сегодняшние реалии, сегодняшние запросы нашей жизни. И я уверен, что вы сегодня очень плодотворно поработаете над теми идеями, которые вы готовы предложить для реализации этих проектов. Для того, чтобы работа была эффективной, участников распределили на 7 групп. Каждый мог выбрать направление, в котором будет реализовывать свой проект. Обсуждение предлагаемых идей осуществлялось по следующим направлениям. Заречный ЗАЗ – здоровый образ жизни, инновации и техническое творчество, ты предприниматель, молодежь и политика, КВН – наше молодежное движение, технология добра и Заречный 60. Проекты охватывали все сферы жизнедеятельности города. Одни из них будут реализованы во время городских мероприятий, праздников и фестивалей, таких как празднование Дня Победы или же Дня Города. Другие проекты будут использоваться для поддержки молодых предпринимателей и при возрождении городского молодежного парламента. Я сейчас нахожусь на площадке «Технология добра». Мы продумываем различные мероприятия, которые мы можем провести на Дне Города, только провести их за счет, вернее не за счет, а с помощью молодежи. И я просто под огромным впечатлением от того, как люди не боятся высказываться. Участники площадки Заречный 60 обсуждали самое важное и значимое событие для зареченцев – это юбилей нашего города. Молодежь разрабатывала список мероприятий, которые будут проведены в преддверии Дня Города в 2018 году. Мне очень нравится моя площадка – это Заречный 60. Мы обсуждаем какие-то новые инновационные идеи по празднованию Дня Города. И как-то все очень в дружеской такой уютной обстановке, очень как-то, можно сказать, даже волшебно что ли. Давно такого мероприятия не было у нас в городе, и я очень рада, что оно проводится сейчас. Кроме этого были такие площадки, на которых ребята обсуждали, как усовершенствуют существующие традиционные мероприятия. На сегодняшний день движение КВН набирает обороты и становится популярнее среди современного поколения. Поэтому эта площадка собрала большое количество молодежи. Ребята предложили возродить проведение игр КВН в детских оздоровительных лагерях. Движение есть во всем. Я была на всех площадках. Каждое отличается друг от друга. Я сейчас прошлась. Проекты все разные. Важность проектов понимают и сами участники. Этот молодежный форум – это, наверное, способ раскрыться, как-то показать себя на уровне города, показать свои идеи, на что ты способен. А молодежи начали уделять большое внимание, потому что, наверное, сейчас именно ум молодежи является двигателем нашего города, чтобы наш город стал интересным не только для взрослых, но и для своих сверстников, для нас. Удаётся высказать своё мнение, то, что ты хочешь видеть в своём городе, то, что тебе будет актуально. Видеть именно на протяжении многих лет, как я понимаю, много здесь народа собралось и много мнений. И все хотят что-то сказать своё. После длительного обсуждения идей по разработке проектов у участников была возможность посоветоваться с экспертами молодёжного форума, разобрать ошибки, добавить новый разработок и послушать комментарии опытных специалистов. В роли экспертов выступили начальники всех департаментов. Именно они курировали проекты, связанные со спортом, культурой и образованием. Кроме этого выступили специалисты, работающие в социальной сфере, в сфере предпринимательства и молодёжной политики, а также в волонтёрской деятельности. Итогом городского молодёжного форума «Мы. Заречный. Завтра» стала презентация проектов по всем направлениям. Часть идей планируется реализовать в мае на праздновании Великой Победы и на дне города. Кроме этого, самых активных участников пригласят в городской молодёжный парламент. Я мастер. Областной конкурс профессионального мастерства среди школьников. Он проходит при поддержке Департамента образования и производственного объединения «Старт». О том, чем отличался конкурс этого года, вам расскажет Анна Малютина. Уже шестой раз Центр образования и профессиональной ориентации открывает свои двери для участников конкурса «Я мастер». Основная задача конкурса – привлечь внимание к рабочим профессиям и повышение их престижа. В этом году более ста школьников не только нашего города, но и Пензы и Пензенской области стали участниками профессиональных испытаний. Возможно, именно это состязание станет первым шагом на пути к будущей профессии. Я помню, когда этот конкурс только начинался. В этом дворе присутствовал молод силы человек 20-25. Тех, кто умеет работать руками, кто понимает, что он делает и для чего он это делает. Мне очень приятно приветствовать сегодня здесь такое большое количество заинтересованных людей. Тех, которые выбрали дело и делают его профессионально. Начался день с торжественного открытия. Всех присутствующих познакомили с предстоящими заданиями и жюри. Я считаю, что вы уже все вместе, все присутствующие в этом зале, уже мастера своего дела. В том числе и сегодняшние конкурсанты. Я желаю вам успеха, чтобы вы проявили все свои способности, показали все свои навыки. И желаю вам удачи. Состязание проводилось в восьми номинациях. Парикмахер, швея, журналист, бухгалтер, водитель категории «Б», токарь и столяр. Впервые соревнования проходили в номинации «Мейкер». В этом году у нас еще новая специальность «Мейкер» на базе «ЦМИД» профориентир. Ребята, которые занимаются проектированием, компьютерным моделированием и работой на высокоточном оборудовании. Вот для них был новый этап, новая специальность «Мейкер». В этом году организованы. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического задания. На выполнение каждого участникам отводилось определенное количество времени. Во всех кабинетах, где происходило тестирование, царила тишина и сосредоточенность. После того, как конкурсанты выполняли теоретическое задание, они переходили к выполнению практики. Юные мастера почувствовали уверенность в своих силах, и поэтому у каждого из них получились достойные работы. Фантастические прически у парикмахеров, точные детали у токарей и столяров, интересные и содержательные статьи у журналистов. Члены жюри оценивали правильность написания текстов, количество выполненной работы, а также соблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием. После всех заданий прошло подведение итогов. Всех участников наградили в различных номинациях. 29 апреля отмечается Международный день танца. Главной идеей этого праздника – объединение всех направлений как единая форма искусства. В нашем городе именно в честь этого дня проходит фестиваль «Танцующая школа», где собираются команды со всех образовательных учреждений Заречного. Об итогах этого мероприятия вам расскажет наш корреспондент Диана Морева. Дворец творчества детей и молодежи открыл свои двери для учащихся школы нашего города, чтобы начать ежегодный фестиваль «Танцующая школа». 24 апреля в Заречном состоялся проект, посвященный Международному дню танца. Я поздравляю вас с праздником танца, потому что танец – это философия, это мысль, это грация, красота, здоровье, ну и, конечно, огромное удовольствие. Проект «Танцующая школа» стартовал в Пензенской области в 2009 году. Каждый раз школьники радуют зрителей яркими неповторимыми номерами. За время концерта зрители погрузились в невероятный мир танца. На фестивале были представлены самые различные направления танцевального искусства. От народного танца до рок-н-ролла, от романтичного вальса до чувственного танго. А конкурсанты средней возрастной категории «Школа-220» порадовали публику целой театральной постановкой. Гимназия 216 «Дидакт» поражает своим креативом. 218 «Валит с ног профессиональным исполнением народных танцев». 21 «Это супермодерн», интересные, очень интересные идеи. 22 «26 «Лицей» – замечательная классика. Классика в изумительном исполнении. Но сегодня я была потрясена. Я была потрясена театром танца от школы номер 220. Ребята, спасибо вам огромное! Конечно, такие замечательные выступления требовали серьезной подготовки и огромного желания всех участников. Вступление мы готовились примерно два с половиной месяца, около трех. Изначально нам предложили поучаствовать в танцующей школе, так как мы 10 класс и нам более удобно сейчас. Мы долго выбирали танец, долго думали, что же нам лучше взять, какой стиль. Потом мы пригласили хореографа, и она нам предложила станцевать танго. И нам понравилась идея, нам подобрали музыку. Каждое последующее выступление в зал встречал бурными аплодисментами. Когда другие выступали, конечно же, я аплодировала, потому что мне это очень нравилось. Когда выступили мы, все аплодировали, и это было очень радостно, приятно. Фестиваль «Танцующая школа» позволил молодым талантам нашего города проявить себя, а зрителям приятно провести культурный досуг. 2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Поэтому большое количество мероприятий связано с охраной окружающей среды и бережным отношением к природе. Самые юные зареченцы активно принимают участие в экологических акциях. Об одной из них вы узнаете из сюжета Александры Денисовой. Фестиваль «Экоизобретение среди исследователей МИРО» прошел 20 апреля в паркетном зале Дворца творчества детей и молодежи. Одной из целей конкурса стало развитие творческих способностей младших школьников. Фестиваль-конкурс проводился объединением Городская и Детская дума, Детское движение Юнзары, для учащихся в третьих классах всех школ города. Каждая команда-участница должна была рассказать о своем или уже имеющемся экоизобретении, пояснить его суть и продемонстрировать, как его можно применить в повседневной жизни. Уважаемые жюри и уважаемые участники конкурса, наша жизнь неоценима к природе. Она солнечная батарея для экономии электроэнергии. Рассмотрим устройство и работу в эко-коррине. Жюри оценивали работу по логичности изложения материалов и по реалистичности использования экоизобретения. Электромотор мы закрепили пластиком. Мотором мы подсоединили лопасти. На мотор поставили светодиод, чтобы можно было увидеть вырабатываемую электроэнергию. Важным критерием оценки было умение отвечать на вопросы экспертов. Если туда попадет, скажем, что-то металлическое, то измельчитель может не выдержать. Да, это, наверное? Ну, да. Вы попробовали это сделать своими руками. Вы узнали много нового. Я уверена, что у вас это вызвало интерес изучать серьезные науки, такие как физика, экология, биология, химия. Да, все, что с этим связано. И обязательно, когда вы это все выучите, я уверена, что вот все здесь сидящие вы будете обязательно за предателем. Я вам желаю огромных-огромных успехов. По результатам фестиваля школы номер 226 и лицей 230 стали дипломантами фестиваля. Дипломом третьей степени были награждены школы номер 221 и 222. Школы номер 218 и 225 стали лауреатами второй степени. Первое место заняли школа номер 220 и гимназий номер 216 «Дидакт». Все ребята остались довольны и ушли с хорошим настроением. Последний месяц весны для горожан начался настоящим праздником, который проходил на фонтанной площади Дворца культуры «Современник». На нем побывала наша съемочная группа. О том, что происходило 1 мая, вы узнаете из сюжета Дианы Моревой. К самому 55-летию Дворец культуры «Современник» подготовил множество городских мероприятий. Одним из которых является концерт коллективов Дворца. В праздничный день 1 мая на фонтанной площади зареченцев ждал приятный сюрприз. Творческие коллективы Дворца порадовали горожан своими яркими неповторимыми номерами. Именно сегодня открывается летний сезон Дворца культуры «Современник». Теплая погода, замечательное настроение, а также номера коллективов Дворца подарят вам незабываемую атмосферу. Смотрите внимательно, запоминайте, аплодируйте громко и записывайтесь в нашу коллективу. Мероприятие проходило на свежем воздухе, благодаря чему все желающие могли насладиться концертом. На удивление, погода была весьма благоприятной, поэтому все горожане пришли посмотреть на открытие светомузыкального фонтана. Мы начинаем свой творческий сезон, юбилейный творческий сезон, потому что он номинально начнет в сентябре, но мы решили именно в такой солнечный праздничный день начать 55-й творческий сезон Дворца культуры «Современник». На праздник пришли все, от малого до великого. Равнодушным не остался никто. Я сегодня купала на празднике, мне понравилось, что я планирую. Вот такая-то злая, сзади, 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 сзади. И туда не влезли, а минуте-годи идут из кино. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потому что только смелых уважает высота. Завершился праздник долгожданным открытием фонтана. Горожане ушли с площади в прекрасном настроении. Дворец культуры «Современник» еще не раз порадует зареченцев свой юбилейный 55-й творческий сезон. Два! Один! Здравствуй, фонтан! Мы приглашаем всех жителей нашего города каждую всю площадь. Вот сюда, на фонтанную площадь, на фонтанную столовую судьбу города Заречного. Подарить себе массу положительных эмоций. Подарить себе массу положительных эмоций.